В один прекрасный весенний день заглянул кто-то из учебной части. Я сидела на первой партии, поманил меня пальцем, сказал, выйдет. Стоят два приятных молодых человека в костюмчиках, золстичками. Сказали, вам придется приехать с нами. Такое понятно. Ни наручники не надевали, ни под руками меня не брали, спокойно пошли. Я понимаю, куда мы едем. Заехали мы на Лубянку, посадили меня в бокс. Метр ширины, два метра длины. Я села одна. И хорошо выдохнула. По-моему, я даже вслух сказала. Вот теперь все. Хуже уже не будет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Родилась я в семье кадрового военного. Папу арестовали в феврале 1938 года. Он был тогда заместителем начальника аэрофлота. И до этого за неделю, наверное, арестовали его начальника. Папа пришел совершенно черный с работы. Он ходил по кабинету. Я помню, несколько раз он сказал фразу такую, «Ой, ну как же я мог не заметить?» Вы едете в хороший лагерь. Я не стала задавать вопросов, чтобы не совсем выглядеть дурой. Как лагерь может быть хорошим? Статья 58, пункт 10 критически относилась к мероприятиям партии и правительства. Часть первая, значит, индивидуальная. Значит, я агитировала сама себя. И поехала я в хороший лагерь. В Мордовию, в Потьму, на швейную фабрику. Срок 10 лет. Зона была намертво закрытая. Мы были на особом режиме. У нас не было фамилии. У нас были на спинах и на головах, и на карманах номера. Было лагерных отделений. Я была на 27-м. Я думаю, что их было еще больше. Ну и в каждом хотя бы по тысяче человек. Это как минимум. Газеты нам доставляли. Единственное, что значит в газетах, сидели девочки в библиотеке, и они вырезали из газет те портреты членов Политбюро и Сталина, чтобы, не дай бог, мы не использовали эти газеты как, так сказать, по прямому назначению. 5 марта, когда объявили о смерти Сталина, в лагере была двоякая реакция. Многие радовались. Их сильно и громко. Но было энное количество людей, которые хватались за голову, которые рыдали, которые бились в истерике. Причем по разным причинам. Некоторые боялись того, что вот единственный наш защитник – это Сталин, и что нас всех теперь постреляют прямо с вышек. Через несколько дней объявили это нам нестию. И мы спалили дружно посреди лагеря, собрали кучу своих платьев и сожгли их торжественно. Сильных людей, мудрых людей Сталин уничтожил всех. Неужели вы думаете, что была бы такая страшная война, если бы не было из пяти маршалов уничтожено три скотина? Он уничтожил всех. И осталось Шушера. Остались всякие. Хрущевы, Брежневы и прочие. Заканчивая Михаил Сергеевичем Горбачевым. Они ему, извиняюсь, задницу лизали. От чего? От страха. Страх за свою жизнь. Миллионы следователей, миллионы надсмотрщиков, миллионы конвоиров. Это же тоже были миллионы. Это был народ. Народ, который держали в жутком страхе. Как же можно наказывать целый народ? Потому что, если сейчас такие девочки, как вы, которые ко мне приходят, иногда в конце спрашивают, а все-таки за что вы сидели? Хочется взять тяжелый предмет и дать по башке. А вы говорите, кто виноват? Все виноваты. И виноватых нет. Так повернулось колесо истории. Внимательно надо смотреть, кто над тобой стоит и кого ты слушаешь. Вот так, дети мои. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...